Решение на полигоне Огромную работу провел пятый главк спецстроя России, который, как вы видите, создал уникальную базу, которую можно использовать не только в рамках мероприятий боевой подготовки, а как Валерий Васильевич отметил, и другие мероприятия связаны с допризывной подготовкой молодежи, работой ДОСААФ, других общественных организаций, исторических клубов. Вертолеты, самоходные артиллерийские установки «Нона», «Танец Акации» и, конечно, поражение мишеней. Грохот от разрывов снарядов не утихает, но организаторы только подогревают интерес собравшихся. Под песню «Катюша» на полигоне начинают работать грады. А здесь уже никто не стреляет, но посмотреть тоже есть на что. Рядом с полигоном своеобразный музей под открытым небом. Кроме китайской делегации, вооружением интересуются и бывшие офицеры. Александр Дедюкин 26 лет служил в танковых войсках. Теперь на пенсии и сюда приехал с внуками. Слышали, значит, по радио, что будет проводиться, по телевидению, но вот когда конкретно чего, как-то это все, ну, то ли скрывалось, то ли что. Не всем это самое, не совсем все понятно было. Заинтересовала гостей и продукция военторга. В специальных палатках можно было приобрести любые предметы с символикой армии России. Но самым ходовым товаром стали майки с изображением президента страны и надписью «Вежливые люди». Красота и море эмоций. Футболка с президентом от 350 рублей, наклейки, сувениры и даже шариковый дезодорант «Армейский стандарт» всего за 60. Купить презент на первых международных армейских играх по карману каждому. Павел Фитилев, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.